То есть не существует каких-либо свидетелей и потерпевших по этому делу. Не существует якобы вскрытие внезапного в СБУ деятельности какой-то частной военной компании, еще чего-то. Год назад один из подозреваемых по этому делу, Ружицкий, Сергей Брониславович, обращался с заявлением в СБУ за год до того, когда СБУ сказала, мы их поймали наконец-то. И прошу провести перевирку иноземных громадян. Борисенко Сергея Петровича, громадина Казахстана, это тот, который проходит с заявителем сейчас, через год. Надирадзе, Мелия Ролана Заудовича, это который там один из центральных свидетелей. И далее тут масса других людей, все из которых якобы сейчас что-то подтверждают. Ведь мне не предъявляются какие-то статьи, что я лично дал указание, это где-то зафиксировано, или нашли где-то у меня оружие, или мои следы. И всегда это делается с чих-то слов. Вот все эти свидетельские показания обеспечат эти люди. А теперь о чем мы хотели это проверить? Например, спецправция спецслужбы Российской Федерации, выданная деятельность текоспримована на шкоды национальным интересам Украины. То есть здесь были изложены полностью все факты об этом. И кроме того, вот здесь на второй странице есть полностью изложение информации, о чем занимается собственно организация, которая сейчас приписывает незаконно выраженное формирование. И то, что в США было, и то, что здесь. То есть полностью расписывается. Этих людей вызвали, опросили, опросили наших заявителей, на год пропали, а через год появились, и эта организованная группа обеспечила полностью свидетельскую базу следствию. И адвокаты сейчас хотят их вызвать в суд, для того, чтобы судья увидел, какое количество, собственно, брехни там есть. Причем это же суд не по делу. Дело тут не рассматривается. Просто что сделало СБУ? Оно сообщило, что я якобы после выхода своего угрожаю этим людям. «Хочу их похитить», «Хочу их убить», «Они меня боятся» и прочее, прочее. То есть будут еще ссылаться в ходе дальнейшего дела на некоторые доказательства защиты, и там видно, что даже забывают люди следы в протоколах убрать, фальсификации этих доказательств. Что имеется в виду? Они якобы у них возникли после моего выхода. Это является, по их мнению, новыми основаниями, и поэтому меня закрыть надо в тюрьму. Вот такая логика. Причем, обратите внимание, на что ссылался суд, когда меня выпускал. Он же сообщил, что мы не рассматриваем здесь дело. Он сообщил о том, что мы оценили риски и оценили личность Семенченко. То есть есть разница, я прошу прощения, между пьяным слесарем, который убил свою жену, и человеком, я не буду себя хвалить, я буду говорить исключительно скромно, который создал один из первых добровольских батальонов, годовщиной сейчас отмечается попасного Лисичанска освобождения, 22-ое попасное, 24-ое Лисичанское, которое я со своим батальоном освобождал. Я награжден государственными наградами, и предыдущий президент, в то время, когда еще не было политических баталий, четко сказал, что это для него образец мужества, стойкости и прочее. Есть разница, будет бегать или не будет. Второе, трое детей. Трое детей, от них тоже не бегают. Я сам пришел, и я готов ответить на все обвинения, на потерпевшего Медведчука, которого якобы по моей команде обстреляли, на все это оружие, которое у кого-то нашли, и они, наверное, пальцами показали. Знаете, как по оружию? Вот эти люди говорят, что они это закопали, заключили угоды с следствием, освобождены от уголовной ответственности, а просто сказали, что это я. Вот просто сказали, что это я. Все, другие доказательства снимал. Поэтому сегодня я хотел бы отстоять свое право на то, чтобы защищаться не в тюрьме, нет никаких оснований. Вот я уже сейчас 8 дней нахожусь на свободе, за мной ездят постоянно полные автобусы с СБУшниками, но тем не менее им дают команду. А знаете почему? Потому что не думают ни СБУ, ни прокуратура о законе. Они думают исключительно о своей позиции в общественном поле. Чтобы показать, что у них там длиннее, или что они такие крутые ребята, ни в коем случае не клоунные. Им нужно жестко показать, что у них семенчество сидит в тюрьме. И не только суспильству, еще кое-ким людям за пределами страны. Поэтому ходатайство страны защиты вызвать тех людей, которые якобы рассказывают о том, как им угрожает опасность, какие новые возникли ситуации. И в том числе вызвать тех людей, на кого они ссылаются, это со стороны защиты. Потому что, извините, но рассматривается не продать мешок картошки. Он сидят там мои дети, я не понимаю, почему я должен находиться в тюрьме. Помните, при СССР были такие слова? А ты не надо совершать преступление. Так я и не совершал. И у нас существует презумпция невиновности. Я приходил 23 марта получать эту педозру, нигде не скрывался, 25 марта, прошу прощения. Именно потому что надеялся, что я живу в правом государстве. Судья Соломинского суда это подтвердил. Но тем не менее, им идет приказ, идет давление и прочее. Вот сейчас мы ждем, пока прокуратура ознакомится с материалами. И будет рассказывать, как нельзя ни в коем случае свидетелей сюда выдавать. Причины сейчас будут придуманы. Я думаю, сейчас будут зафиксированы танки возле их квартир, которые якобы прислал с инетчика. И свидетельство танкиста будет прилагаться. Вот я все думаю. Все, можно запишем?